Почти месяц мы с вами неустанно, без обеденных перерывов и выходных, прокладывали нашу дорогу в Сочи в эфире Авторадио Благовещенск. И сегодня мы наконец узнаем, кто отправится по этой дороге на встречу зимним Олимпийским играм 2014! Чтобы попасть сюда, они месяц проходили другие испытания. Слушатели Авторадио проверяло на знания. Набравших нужное число медалей оказалось 50 человек. А значит, 50 претендентов на две путевки в Сочи. Керлинг по-благовещенски – это швабра и мячик. Это там в Сочи все будет серьезно, а здесь больше для настроения. Такая зажигательная, обалденная, веселая атмосфера. Не нужно думать о победе. То есть, если ты можешь, ты выиграешь. Я не думаю о победе, не думаю, что я выиграю. Получится – поеду. Из гонки за главные призы на каждом этапе выбывали сразу по несколько человек. Принцип простой – кто пришел к финишу последним, тот и проиграл. А в одном из соревнований до финиша участникам нужно было не дойти, а дотащить партнеров. Вот такое вышло фигурное катание. Поехали! Последняя команда фиолетового. Вот это привет. Вот три, три настоящие. Мне кажется, тащить задом легче было бы. Не знаю, наверное, чем легче человек, тем проще. Керлинг, фигурное катание и даже биатлон. В итоге в полуфинал вышли пять человек. И только одна из них девушка. Алину Раджабову пришла поддержать практически вся семья. Алина, рви только вперед! Олимпиада тебя ждет! Алина, ну это моя племянница, старшая. Очень хочет попасть в Сочи. Спортивная девочка, студентка АМГУ. Поэтому мы за нее болеем. Надеемся, что она будет в числе победивших. Чтобы пройти в финал, участникам пришлось включить фантазию. Эмблему автородейной Олимпиады нужно было нарисовать прямо на снегу. И для многих это задание стало действительно сложным испытанием. А вообще рисование-то ваше? О, нет, не мое. Прям испугался, когда такой конкурс услышал. Это прям шанс на вылет, как называется. Олимпийские кольца и звезда, как символ радиостанции. А еще олимпийский мишка, зайцы, сами олимпийцы. Жюри столкнулось с непростым выбором. Выявить троих финалистов сразу не смогли. Поэтому за третье место в финале участникам пришлось вспомнить школьную программу. Прыжки в мешке. На время. И вот, наконец, финал. Марш! Итак, первый рубеж. Снимаем лыжи. Снимаем лыжи. Первый участник уже бежит. Берет флаг, бежит к нам сюда. Есть! Это будет второй. Смотри внимательно. Дорогие друзья, все! Есть! Аплодисменты нашим финалистам-победителям! Агапов Илья! Аплодисменты! И Фарбатюк Виталий! Двое благовещенцев получили билеты в столицу зимних Олимпийских игр. На Олимпиаде каждый из них сможет побывать на пяти состязаниях. Вот здесь мы, наверное, можем понять наших олимпийцев, которые завоевывают золото. Ага. А потом стоят на спидестале, гимн слушают. Мне кажется, они вначале тоже не понимают. Вот у нас точно такое же ощущение. Очень здорово, конечно. Вам большое спасибо, Авторадио. Ниноках Рейдзе, Илья Тян, Альфа Новости.